День Города Прециальное лечение рака. В Рязани появился уникальный аппарат для лучевой терапии. Все включено. С 18 марта периоды профессиональной переподготовки и повышения квалификации будут учитываться в специальном стаже врачей и учителей. 53 тонны несуществующей говядины в Рязанской области выявили фантомную площадку по производству мяса. 22 миллиона на расчистку городских ливневых стоков. На контроль уже Московское шоссе, улица Ленина и Веденская. Начинаем с чрезвычайного происшествия. В Спасском районе Рязанской области перевернулся рейсовый автобус Москва-Пенза. В нем находилось 58 человек. 18 из них получили множественные переломы и ушибы. Были доставлены в Рязанскую областную клиническую больницу. Подробности у Максима Васильева. Автобус Москва-Пенза опрокинулся в полвторого ночи в Спасском районе Рязанской области у населенного пункта Ушакова. Визуально прибывшие спасатели предположили, что двухэтажная сетра влетела в ледяной занос. У регионального МВД своя версия. Не справился с управлением, что, впрочем, не взаимоисключает предыдущую. Вины водителя в аварии нет, говорит пострадавшая Вера Шумилина. Он делал все, что мог. Головек был страшный. Я занесла. Спасибо водителю, конечно, он молодец. Он смог все равно ни в Куретму, никуда. И хорошо, не было никаких встречных машин. На бок повалились все равно. Вот столько не загорелась машина. Первые цифры от главного спасателя региона тревожные, но не фатальные. Погибших нет. В автобусе находилось 58 человек. Из них два водителя. К сожалению, по предварительным данным, пострадало 17 человек, которые доставлены в лечебное учреждение города Рязани. Для ликвидации последствий этого транспортного происшествия привлечено 35 человек личного состава и 16 единиц техники. Позднее число пострадавших возросло до 18. По счастливой случайности детей в автобусе не было. Тех, кто не требовал госпитализации, временно разместили в спортзале школы села Кирицы. Ликвидацией пробки на дороге занялись сотрудники ГИБДД. Сотрудниками ДПС было организовано реверсивное движение. В настоящее время движение на федеральной трассе восстановлено в обычном режиме. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. На место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора области. В ходе проверки, проведения которой порочен прокурор Спасского района, были дана оценка соблюдения установленных законодательством требований, регламентирующие порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах и содержание автомобильных дорог. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Новости из Рязанской областной клинической больницы пока жизнеутверждающие. Так называемых тяжелых в бессознательном состоянии пациентов нет. 11 оказали амбулаторную помощь, остальных отправили в травматологию и хирургии. И лишь двоих в реанимацию. Это преимущественно скелетная травма и хирургическая патология. Человеку не сдавали травмы. Сокрещение, ушибного мозга. Помощь была оказана в кричащей сроке. Все пациенты поступили в так называемый «золотой час». Силы и средства, которые использовались, хватило их в полном объеме. И хочется отметить как раз работу службы скорой медицинской помощи. Все было на высокопрофессиональном уровне. Двое в реанимации – мужчина и женщина. У обоих переломы, но их состояние у врачей тревоги не вызывает. Максим Васильев, телекомпания «Город». 22 миллиона рублей потратит в этом году управление благоустройства Рязани на расчистку городских ливневых стоков. Граждане могут не волноваться, заявил в интервью нашей телекомпании главный специалист предприятия Александр Рыжук. Власти уже определились с порядком очистки. На контроле сегодня Московское шоссе, улицы Ленина и Веденская. Гидродинамическая очистка ливневых весной – это всегда противостояние. Лед – главный враг уличных стоков и канализации. Обычно не помогают даже солнечные дни, когда все тает, но даже с ними в Рязани пока туговато. Улица Дачная – главный проезд. Ливневый сток – единственная возможность через пару недель не превратить это место в широкое озеро. Но труба в колодце еще зимует. Отогревать и прочищать ее пытались так, а потом вот так, и даже вот так. Становится ясно, битва с весенней мерзлотой будет нешуточной. Впрочем, график уже составлен. Мы предусмотрели этим графиком выполнение работ по расчистке колодцев, даже приемных местах скопления воды. Это на проезжих частях, где они находятся в низине. Также водоотводных каналов, опять же, которые находятся в низине. Сейчас специалисты управления благоустройства проводят мониторинг грязеприемных колодцев на всех проблемных участках проезжей части. А таких в городе уже 250. Понятно, что за центральные улицы можно уже и не беспокоиться. Основное противостояние с разливом будет на внутридомовых территориях. Пока ситуация нормальная на проезжих частях. У нас ситуация немножко сложилась сложнее. Это во дворах. Потому что не все ливневые колодцы почищены, дождеприемные. То есть приходится уже по одноразовым заявкам жителей выезжать туда, направлять бригаду для расчистки этих колодцев. Битву за чистоту внутренних артерий города подрядчик будет вести до конца мая. Деньги на прочистку есть, причем и на следующий этап тоже. Промывкой займутся уже в начале лета. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области выявили фантомную площадку по производству мяса. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора. В марте этого года ряжское предприятие «Агроз» изготовляло для московской фирмы «Флагман» 53 тонны охлажденного мяса. Проверка Россельхознадзора выявила, что электронные ветеринарные сопроводительные документы в адрес рязанского предприятия не поступали. Запись о сырье сотрудник добавил вручную, а в электронной системе они не учитывались. По документам «Агроз» не производит говядину, а сотрудник, оформивший документы, на предприятии не работает. Учетную запись работника аннулировали в системе ВЕТИС, а площадку исключили из информационной системы Цербер, как фантомную. Одна из самых незащищенных категорий граждан – подростки, поэтому и проводится много профилактических мероприятий. Да и родители говорят снова и снова, где можно ходить, а где нет. Но от преступления никто не застрахован. 12-летнего мальчика ограбили прямо на улице. Он пришел домой и рассказал маме, что у него выхватили телефон из рук. Незнакомец, по словам шестиклассника, убежал. Мать сразу же сообщила о преступлении в полицию. Сотрудники ОМВД России по московскому району выяснили, что школьник возвращался домой из учебного заведения. Телефон он нес в руках. Неизвестный подбежал к ребенку, выхватил у него гаджет и быстро скрылся. Мальчик смог описать злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность мужчины, причастного к уличному грабежу. Им оказался 23-летний рязанец, ранее судимый за кражи и угон. После хищения смартфона рязанец не появлялся дома, не общался с родными и друзьями. Как выяснилось, он скрывался в Ряжске. После пребывания в этом городе он на короткий срок вернулся в Рязань, планируя затем уехать в Тамбов. Однако оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, не дав ему возможности скрываться в соседнем регионе. При себе мужчина имел похищенный у школьника телефон. Сейчас в отношении преступника возбуждено уголовное дело. Ему вменяют статью 161, часть 1. Это грабеж. Преступнику грозит до 4 лет лишения свободы. Валерий Седов, телекомпания, город. С 18 марта периоды профессиональной переподготовки и повышения квалификации будут учитываться в специальном стаже врачей, учителей, летчиков, шахтеров и некоторых других работников. Вступает в силу постановление правительства об этом. Сегодня на пенсию досрочно могут выйти представители 32 профессий. Для этих категорий работников важна выслуга лет, непрерывный трудовой стаж. В нем учитываются только те периоды, когда человек трудился полный день и не засчитывается время работы на полставки. Но при этом в него входят больничные дни, отпуск, а теперь и периоды переобучения граждан. Это актуально для представителей тех профессий, которым регулярно приходится повышать свою квалификацию, а в первую очередь для педагогов и медиков. В среднем на свое дополнительное образование учителя, например, тратят около года, а иногда и более. Они вынуждены постоянно учиться, потому что этого требует профессия. Долгое время онкология была неизлечимым проклятием человечества. Прогресс в лечении рака наметился только в XIX веке. И за последние 20 лет ученые узнали об этом заболевании чуть ли не больше, чем за все предшествующие эпохи. Лучшие умы планеты исследуют молекулы ДНК, создают новые лекарства и высокотехнологичное оборудование. Сейчас в Рязани появился самый современный линейный ускоритель, на котором возможно проводить лучевую терапию с миллиметровой точностью. Новое оборудование, появившееся в Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере, способно с высокой точностью проводить прицельную лучевую терапию, максимально щадя окружающий опухоль ткани. Линейный ускоритель TrueBeam STX использует рентгеновское излучение высокой мощности, значительно отличающиеся от компьютерного томографа или рентгеновского аппарата, проникающий в ткани гораздо глубже и имеющие значительно большую плотность ионизации на своем пробеге. Каждый пациент перед лечением на этом аппарате проходит подготовку. Сначала мы выполняем компьютерную томографию, специальную, так называемую, топометрическую, по которой мы определяем зону интереса, то есть опухоль, какие-то зоны профилактического облучения и критические для нас структуры. Здоровые ткани, которые подвержены излучению в наибольшей степени, то есть которые не терпят высоких доз излучения. Вместе с медицинским физиком врач составляет план лечения. Принимается решение о том, с каких сторон будет производиться облучение, выбирается правильная доза для терапии. После этого пациент отправляется на линейный ускоритель. Благодаря встроенным рентгеновским системам можно установить положение опухоли на теле пациента. После этого врачам удается с невероятной точностью направить пучок излучения, принимающий необходимую форму, именно в границе опухоли, минуя здоровые зоны, которые не следует облучать. На фоне лечения и после лечения опухолевые клетки постепенно погибают, и опухоль начинает уменьшаться в размерах. Она потихонечку, грубо говоря, растворяется, и через некоторое время мы можем оценить эффект от лечения. Как правило, эффект от лечения оценивается по объективным методам исследований, такие как КТ, МРТ, ну, либо рентген. Зачастую мы динамику наблюдаем уже где-то после 5-10 сеанса. Но, опять же, это бывает не всегда. Все очень индивидуально, зависит, опять же, от самого пациента, от опухоли конкретной. Иногда мы уже к концу лечения добиваемся полной резорпции, полного исчезновения опухоли. В среднем пациенту необходимо пройти 25-35 сеансов лучевой терапии. Одна процедура длится от 3 до 10 минут, в зависимости от того, какие области подвергаются лечению и какие дозы для этого отпускаются. По последним данным, лучевая терапия показана практически 70% больным онкологией. С ее помощью лечат многие заболевания, в том числе рак молочной железы, рак легких, заболевания головы и шеи. Во всех случаях очень важно соблюдать правильное положение пациента во время процедуры. Для того, чтобы человек случайно не отодвинулся от лучей, некоторые части его тела можно зафиксировать. Все фиксирующие устройства изготавливаются до начала конкретного лечения. Это индивидуальные фиксирующие приспособления, так называемые термопластические маски. Они представляют из себя пластик, который нагревают, и он становится мягким. Соответственно, после наложения на лицо пациента он принимает форму и не позволяет пациенту в дальнейшем во время сеансов облучения значимо двигаться. Это позволяет нам увеличить точность облучения. Если пациент лежит без фиксирующих приспособлений, он, соответственно, может повернуть голову, и мы окажемся в сантиметре от опухоли, то есть облучим фактически не ту зону, которая нас интересует. В Рязанском областном клиническом онкологическом диспансере, как и в большинстве передовых учреждениях мира, принято использовать комплексный подход в лечении онкологии. Он может сочетать в себе оперативное лечение, химиотерапию и лучевую терапию. Так удается добиться большего результата. Появление нового линейного ускорителя в Рязани является результатом воплощения федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Аппаратура обладает непревзойденной точностью и может подарить право на жизнь многим людям. Уже сейчас за один день лучевую терапию здесь проходят от 60 до 80 пациентов. Все они получают медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин